Намасте. Здравствуйте. Проглашаю вас сегодня на очередное занятие по йоге, философии йоги, номер 14. Иллюзия наслаждения. Хотел сразу поделиться, сказать о своем чувстве сегодня, что у меня возникло два чувства. Первое, это то, что есть такое волнение. И второе, это радость. Волнение связано с тем, что не безразлично, правильно ли эта тема будет понятна. В том, что есть определенные вещи, когда человеку так вот, ему говоришь одно слово, допустим, слово счастье. А слово счастье у другого человека символизирует что-то другое. Допустим, для кого-то счастье это алкоголь, для кого-то счастье это развитие взаимоотношений с Богом, для кого-то счастье это иметь много-много денег. То есть у каждого есть различные представления об этом. И радость от того, что есть возможность поделиться этим знанием сегодня с вами, так как есть определенное такое состояние, внутреннее состояние, то есть желание дать то, что ты получил. То есть то, что делает тебя счастливым, и ты хочешь поделиться этим знанием другими людьми. Ну хорошо, то есть скорее всего, я надеюсь, что получится раскрыть эту тему должным образом. И этот мир, начнем с этого, что мы об этом говорили, это место страданий. Этот мир – место беспокойств, место всевозможных страхов. То есть в первую очередь в этом мире есть страдания, они присутствуют. То есть и каждый из нас, когда, допустим, он живет, он испытывает как удовольствие, так и боль одновременно. Верно? То есть если я хочу наслаждаться, то есть у меня должен быть язык. Или же у меня есть для наслаждения половые органы. У нас есть какие-то органы чувств, но мы не можем получить только язык. То есть для наслаждения нам нужно иметь всю голову. Чтобы наслаждаться, нам недостаточно иметь только половые органы. Нам нужно иметь все тело. Но язык, он связан с желудком. Язык, он связан с гениталиями. Язык, он связан с нашей головой. Язык, он связан с нашим телом полностью. Другими словами, я не могу иметь только язык. Знаете, как есть привидения. В них нет языка, они все время беспокоятся. Они хотят наслаждаться, но... Они хотят наслаждаться органами чувств, но они не могут этого получить. То есть, другими словами, мы должны получить не только язык. Мы должны получить голову. Мы должны получить все наше тело, чтобы чувствовать какое-то наслаждение. Но что происходит, когда мы не наслаждаемся? Что происходит, когда мы испытываем какую-то боль? Да, вот что-то с нами происходит. И допустим, что-то, что напоминает нам о нашем ненаслаждении. Ну, к примеру, есть инвалид. Или давайте другой пример немножко. Новости. Вы смотрите новости. Тут война, тут что-то случается. Тут какие-то проблемы. Тут умирают люди с ПИДом. Все время, все время говорится о проблемах, проблемах. И в конце у них какое-то там небольшое такое решение. Или такая вставочка. Ну, не беспокойтесь обо всем этом. Ничего страшного. Все будет хорошо. I'm ok. You're ok. I'm fine. I'm good. То есть проблема, проблема, проблема. И новости, телевидение, каналы разбавляют нам каким-то наслаждением. Чтобы мы не беспокоились обо всех этих вещах, которые вы только что увидели. То есть есть определенное ощущение чувства радости от взаимоотношений, от соприкосновения органов чувств с их объектом. И в то же самое время есть страдания, есть боль. То есть вы не можете только есть, понимаете. Вы не можете использовать только язык. Вы едите, едите, едите. Но это связано с желудком. Вы наелись, так сказать, на полный желудок, но вы не можете переесть, потому что желудок может вместить определенное количество пищи. Правильно? Поэтому вместе с болью есть страдания. И мы не можем быть только языком. Мы не можем быть только половыми органами. В аюрведе, в восточной медицине, половые органы называют вторым языком. В материальном мире это считается одним из самых наивысших видов наслаждений. Но вы не можете иметь только их. Вы должны иметь все тело в комплексе. И что происходит, когда мы не испытываем наслаждение, или вместе параллельно с наслаждением мы испытываем страдания. То есть мы страдаем, другим словом. То есть нам это не нравится. Нам не нравится, что кто-то об этом говорит. Слушай, ну не говори об этом. Дай мне пожить в этой иллюзии. Дай мне делать то, что я хочу делать. То есть возьмем, к примеру, того же самого инвалида. Что происходит, когда люди танцуют, радуются, веселятся в дискотеку, и тут въезжает инвалид, либо коллег. О чем он нам говорит? Он говорит о том, что, эй, приятель, ты в иллюзии. Это напоминает им, что что-то идет не так. Это напоминает им, что я не могу получать полноценный вид наслаждения. То есть нам не хочется этого напоминания, что кто-то нам говорил о страдании. Вы знаете, это все равно, что вы смотрите новости и воспринимаете их серьезно. Вы смотрите новости, новости, там война, то-то-то. И тут серьезно вы это восприняли. Это все равно, что вы сидите за столом, и вдруг кого-то вырвет. Вы едите вкусную еду, тортик, сладкое, печенье, запиваете все чаем. И тут вдруг кто-то... То есть мы не хотим, чтобы другие люди нам говорили, что мы напоминали нам о страдании. То есть они не хотят, люди в основном не хотят, чтобы им напоминали, что я не наслаждаюсь на самом деле. То есть не хотят, чтобы нам снимали эту пленку, не хотят, чтобы нам снимали эту иллюзию. Люди не хотят этого делать. На чем основано состояние наслаждения? На чем основано ощущение наслаждения? Это ощущение основано на иллюзии. Иллюзии на вот этом вот нереальности, что это так. То есть нужно находиться в состоянии иллюзии, чтобы быть наслаждающимся. К примеру, давайте, чтобы было понятнее. Вот есть бассейн, представьте себе бассейн. Люди наслаждаются, прыгают, веселятся, дурачатся, занимаются сексом, проводят хорошо время. И тут вдруг сирена. Сейчас начнется атомная война. Через 10 минут бомбы прилетят сюда. 10 минут осталось. У вас всего есть 10 минут. Женщины. А, помогите, что делаю? Что происходит? Почему эти люди не могут дальше продолжать? У вас еще есть 10 минут. Вам же сказали, осталось 10 минут для наслаждения. Почему вы дальше не можете наслаждаться жизнью? Не могут. Почему? Потому что основа ощущения наслаждения находится на иллюзии, что я управляющий. Что я контроллер, что я контролирую ситуацию. I am fine, I am good, все хорошо, моя жизнь классная, у меня нет проблем. Люди часто любят носить футболки с улыбающим лицом. Я хорошо, позитивное мышление. Но что происходит, когда действительно идет напоминание об этом? Что ты не наслаждаешься? Ой, не говори мне об этом, ты, Йох. Не берегай меня это. Почему люди прячут стариков? Почему люди прячут больных людей? Почему, когда кто-то умирает с крыши дома, кто-то падает, разбивается, сразу накрывают тело? Чтобы другие люди не могли выходить из этой иллюзии. Чтобы люди все больше и больше были в этой иллюзии. Чтобы люди больше находились в этом состоянии ложного телесного отождествления. Те, кто не был на прошлых занятиях, мы говорили о том, что мы не тело, мы не физическое тело, то, что мы видим в зеркале. Тело наше меняется каждые 7 лет. Кожа, кости, внутренний орган. За 7 лет у вас абсолютно новое тело. Но если мы пытаемся наслаждаться с помощью наших органов чувств, не развивая внутренние духовные качества характера, даже не понимая, что это такое, живем только для органов чувств нашего тела, происходит проблема. Мы не наслаждающиеся. Мы не можем насладиться всем этим. Потому что это иллюзорное счастье. Это иллюзорный вид удовольствия. Он не настоящий. Это фальшивка. Это обман. И есть на самом деле две категории людей. Их больше, но мы сейчас разберем две. Материалистичный человек. Материалист. Это тот, кто думает, что я эта маска, я этот костюм. И цель моей жизни удовлетворять чувства этого костюма, инструменты этого костюма. Чувства сязания, чувства слуха, обоняния, вкуса. Вот мыть это тело, дружими словами, в этом смысле. Мы думаем, что мы этот костюм. А есть человек, который работает внутри, со своими внутренними качествами. Йох. Два вида людей. И первый тип, материалистичная личность. Она считает, и она живет таким образом, зная, что я и мои родственники скоро умрут. Подсознать. Это неосознанно идет. Но мы все это делаем. Борьба за существование. Еще одно доказательство души, что существует душа, что я вечен, это борьба за существование. Это вот такая теория борьбы за существование. Зачем нам бороться за существование, если мы тело? Если мы временем, если я, физическое тело, чего мы боремся? Чего мы боремся за наше существование? Потому что мы не тело, мы личность, которая находится внутри тела. Когда тело, вот оно сидит, в момент смерти, что происходит? Я оставляю эту машину. Тело – это машина. Я ухожу с этой машины, машина остается здесь. Я дух, я личность. Не у меня есть душа, а я есть душа. И у меня есть это тело. Тело – инструмент. Но материалистичная личность переживает о том, что он и родственники его, и друзья умрут. Осознает этого сейчас, не осознает, но он все время с этим борется. И все его действия, все его реакции, все его какие-то чувства, косвенно либо прямо связаны с этим. Идет все эти переживания. И он думает, что йог или духовный человек – это человек, которому нравится страдание. Они считают, что нам, йогам, нравится страдать, что духовным людям нравится страдать. Не говорите мне о йоге. Не говорите мне о теме медитации. Не говорите мне о теме духовной жизни. Потому что я хочу еще наслаждаться. Я хочу еще быть в этой иллюзии. Я хочу вот эту маску, то, что не является мной, но он так не думает, но на самом деле так и есть. Он думает о себе, как об этом христили. Я наслаждаюсь. А вы тут, ребята, страдаете. Вы все лузеры. Не надо мне тут рассказывать о духовной жизни. Ничего хорошего с этого не будет. Это неправильное понимание. Йога не страдает. Страдает материалист. От нахождения в иллюзии. Он вынужден жить в страдании. Он вынужден чувствовать Бог. Знаете, есть такая сказка «Три поросенка». Есть разные варианты этой сказки. Я не знаю, почему автор выбрал свиней. Может быть, это с тем, с чем он себя ассоциирует, это отождествляет. Но я расскажу немножко другую версию этой сказки. Есть один поросенок. Он построил дом из соломы. Пришел волк и съел его. Второй поросенок построил дом из дерева. Волк тоже туда зашел и съел его. Но третья свинья построила дом из камня. Пришел волк и не смог этого сделать. Он не съел его. Мораль этой сказки, что строй более крепкую основу, строй более крепкое основание. Останься в этом мире навечно. То есть, думай о себе, как о теле, другими словами. Что ты будешь жить в этой иллюзии вечно. Что ты никогда не умрешь. Что ты не будешь страдать. Что не будет старости, не будет смерти, не будет болезни. Все будет хорошо. Be happy. Don't worry. Be happy. Будет счастье. Так не происходит. То есть, цель материалиста остаться здесь навечно. Построить дом. Укорениться здесь. Жить здесь вечно. Но Йох, он понимает, что этот мир временем. Йох понимает, что рано или поздно ему придется оставить это тело. Он не находится в этой иллюзии. В чем его счастье? Его счастье заключается внутри. А что такое внутри? Я скажу сейчас фразу. Возможно, после этой фразы у вас будет неправильный образ. Или образ будет свой собственный. Но это не означает то, что я сейчас скажу. Или то, что вы сейчас думаете, это так. Просто нам это так представило общество. Нам представила эта религия. Религиозные так называемые лидеры представили нам эту информацию таким образом. Другими словами, есть Бог. Есть живое существо. Верховное живое существо, которое нас любит. Он источник всего. И Йох, он испытывает взаимоотношения с ним. Счастье от взаимоотношений с ним. Это функция. Наша сущность, дух, душа, положение. Мы навечно и функция, положение и функция, мы навечно связаны с ним. На основании любви. У многих людей представление о Боге такое, как нарисовал Митиланджело. Это такой мускулистый старик. Бог с седой, большой, длинной бородой и старый. Он думает, что он старый. Он страдает запором. Он немощный, он несчастливый. Вот такое есть представление. Или какой-то шар. Или что-то такое безликое. Что-то непонятное. Представление о Боге очень ограниченное. Представление о духовной жизни очень ограниченное. Счастье есть более высокое. Люди о нем не знают. Даже не хотят об этом говорить. Многие не хотят об этом говорить. Есть другие виды радости. Другие виды удовольствия. Как это понять? Давайте представим маму, когда она видит, что ребенок на 8 марта ей рисует корявую-корявую восьмерку и дает ей «Мама, мама, это тебе». Или тот же самый ребенок на праздник или просто лепит куличик из грязи, так шляп с маме орут. Мама радуется. Парень дарит девушке цветы. Это радость и для парня, и для девушки. Одновременно. То есть счастье от того, что тот, кого я люблю, доволен. Есть творец, верховный управляющий. Причина всех причин. Как мы говорили, пример с бассейном. Сейчас я вернусь назад чуть-чуть. Еще раз. Люди наслаждаются жизнью. Люди наслаждаются сексом. Люди наслаждаются, пьют пиво, играет музыка. И тут вдруг начинается атомная война. Сирена. Сейчас будет атомная война. Что происходит? Могут ли они наслаждаться? Нет. Почему? Потому что это иллюзия, что они всем управляют. Чтобы быть в состоянии наслаждения, нужно быть управляющим. То есть Богом. Только Он может наслаждаться. Поскольку нам напоминают, что ты не управляющий, ты не наслаждающий. Идет такое напоминание. Кто-то нам об этом говорит, нам это не нравится. Это желание играть роль Бога. Желание наслаждаться. Не тем, чем нужно. И духовная жизнь – это наслаждаться счастьем того, кто может наслаждаться. Не так, как в футбол люди смотрят. Они думают, что они наслаждаются. Команда выигрывает. О, да. Команда проигрывает. Когда управление теряется, наслаждение тоже теряется. И получается, то счастье, то радость. То счастье, то радость. Это временное счастье. Ты не можешь быть счастлив под соприкосновение с временным. Поскольку ты вечен. Ты дух. То есть есть Бог, который наслаждается. Вечно наслаждается. Который причина всех причин. Который управляющий. Если я буду пытаться играть роль этого управляющего, то я буду страдать. Когда мне кто-то будет напоминать об этом. Не говори об этом. Не говори о смерти. Ой, Андрей, только не это. Прошу тебя. Только не это. Зачем об этом думать? Зачем об этом размышлять? Давай забудем. Что это такое? Почему так происходит? Потому что нам нравится эта иллюзия. Нам нравится эта жизнь. Нам нравится находиться в этом. Нам нравится, что нам не напоминают об этом. Что мы страдаем. Просто йох, он знает другой вид счастья. Бог – это личность, которая любит нас, знает нас. Которая всепривлекательная личность. У нас есть глаза, у него есть глаза. Если бы у него не было глаз, у нас не было бы глаз. Он нас любит, любовь идет от него. У нас нету бы, не было бы любви. Если бы у него не было любви. У него есть сострадание, у нас есть. Но разница в том, что у него в полной мере у нас нет. Мы частички, а он полное целое. Мы должны с ним быть в унии, в йоге. Йога – значит уния. Связь. Связь не между пивом и водкой. Связь не между материальным и духовным. Связь между живого существа с верховным живым существом. В этом заключение йоги. Это заключение йоги. Быть счастливым. Быть удовлетворенным. Говорится, что в Писаниях сказано, что материальный мир, он полон страданий. Но однажды, когда йог, личность, выбирается оттуда, из этого состояния, он никогда не возвращается вновь. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала, не возникает и не возник. Она нерожденная, вечная, всегда существующая изначально. Она не умирает, когда умирает тело. Как человек надевает новую одежду, сбросив старую, так и душа принимает новое тело, оставив старое и бесполезное. Для йога, осознавшего свою природу, эти беспокойства не беспокоят. Итог такой. Первое. Этот мир — место страданий. Это мир — место воли. Второе. Чтобы испытывать страдания, нам недостаточно иметь только язык. Нам недостаточно иметь только половые органы. Нам нужно иметь все тело, чтобы его использовать для наслаждения. Чтобы костюм — это опять-таки наше тело, мы находимся здесь. Для наслаждения нужно использовать все тело. Но с этим телом связана боль. Вы не можете постоянно есть. Вы можете прикусить язык. Вы можете испортить себе желудок. Вы можете испортить себе кишечник. Просто постоянно есть. Так же самое вы не можете постоянно наслаждаться сексом. Это приводит вас к различным проблемам, если это делать безответственно. Если личность безответственна, то будут всевозможные венерические заболевания, всевозможные почвы, которые связаны с этим. С этим не буду сейчас об этом говорить. Нам нужно получить все в комплексе. И мы это получаем. Но мы вместе с этим испытываем боль. Страдания. Потому что тело, оно стареет. Тело, оно умирает. Машина ломается. Ведь невозможно стиральную машину постоянно, чтобы она была все время в работе. Она работает, вам надо покупать новую. Это инструмент, он ломается. Но мы не хотим видеть это. Мы не хотим. Нам нравится эта иллюзия. Поэтому мы страдаем. Когда мы видим напоминание. Когда въезжает место, куда наслаждаются инвалид. Человек с заячей губой. Мы не хотим его видеть. Мы хотим видеть красивых людей рядом с нами. Потому что, чтобы это больше напоминало нам о нашей ложной тождественности. Также, еще раз, чтобы быть в состоянии наслаждения, нам нужно быть управляющим. Нам нужно быть Богом. И нам нужно находиться в иллюзии, что мы Бог. Что мы управляющий. Так как наслаждения не будет, если будет другая мысль. Другие мысли. То есть, нам нужно всем все управлять. Все контролировать. Наслаждения не будет, когда нам будет напоминание. Типа войны, проблем, болезни и так далее. Нам это не нравится. Нам не нравится, что другие люди нам говорят. То мы не наслаждаемся. Поэтому есть такое позитивное мышление. Это искусственно натягивать на себя вот эту маску. Я окей, и ты окей. I'm fine. I'm fine. You good. И ты good. И люди, как рыбки, пытаются глотнуть этого воздуха. Пытаются идти за морковкой. И общество ставит нам морковку. И мы идем за этой морковкой. И страдаем от этого. В этом нет счастья. В этом нет удовлетворения. Решение такового. Первое. Осознать свою природу как дух. Второе. Осознать свое положение. Положение. Второе. Что я никогда не буду управляющим. Я навечно останусь подчиненным. Как бы больно это ни было слушать. И третье. Это функция. Что же мне нужно делать? Моя функция это связать себя с тем, кто может управлять. Тем, кто управляет. Всем. Все контролирует. И только мы можем жить счастьем того, кто всем управляет. Только так. И как это делать? Как это развить? С помощью медитации. Есть медитация на звук мантр. Это мантра йога. Когда мы связываем себя с ним. Это имена Бога. Богу нравится, когда мы повторяем его имена. Делая это, мы будем счастливы. Как практика это выглядит? Первый вид медитации. Есть несколько разных практик. Покажу сегодня одну. Прямая спина. Мантра Го-ран-га. Те, кто хочет, давайте с вами попробуем. Го-ран-га. В переводе золотистый. Это одно из его имен. Он испытывает радость. И мы испытываем радость тоже. От того, что он испытывает радость. Таким образом, идет наполнение наше. Го-ран-га. Про себя на вдохе, слух на выдохе. Давайте все вместе. Может поначалу быть необычным. Про себя. Го-ран-га. И слух на выдохе. Поехали. Опустошаем легкие наполовину. Так, чтобы можно было сделать вдох. Снова. Го-ран-га. Во-ран-га. О-ран-га. Посидим немножко с закрытыми глазами. Сделаем несколько вдохов и выдохов через нос. Эту практику можно делать 5 минут, 10 минут. Чем больше, тем лучше. Можно открыть глаза. Эта практика снимает эту иллюзию. И в то же самое время дает нам наполнение. Это меняет наш фокус мышления. Мы уже перестаем наслаждаться временным. Мы больше наслаждаемся внутри. Но мы все равно не в состоянии находимся наслаждения. Это немножко другой вид удовольствия. Мы становимся удовлетворенными счастьем. Верховная причина. Причина всех причин. От того, что он доволен нами, мы испытываем счастье. Это для нас естественная функция. Это как вода и влага. В материальном мире мы пытаемся высушивать влагу. Другого варианта нет. Честно. Я не буду вам сейчас тут выдумывать новую теорию. Если вы хотите знать, почему вы страдаете, вот ответ. Если вы хотите знать, почему люди страдают, вот ответ. Вариантов других нет. Если вы сейчас испытываете какой-то неприязнь к этой философии, неприязнь к этому пониманию. Можно спросить, почему. То, что вы не хотите. Вы хотите с этой людьми. Вы хотите быть. Ощущать себя как тело. Есть более высший вкус. Есть более высокий вид счастья. Нам нужно попробовать. Посмотреть, как это. Применить медитацию. Развивать эти качества. Духовные качества. Вы не можете смотреть на пирог и думать о нем вкусный он или не вкусный. Ой, обойду его сбоку, обойду его с другого бога, обойду его снизу, обойду его сверху. Вы не почувствуете его вкус. Для тех, кто реально хочет практиковать йогу, реально хочет заниматься медитацией, реально хочет быть именно внутри наполненным, чтобы это не зависело от тела. Делайте это. Придет время, скажете спасибо. Йог это не тот, кто страдает. Не тот, кто прибивает себя к кресту, либо ходит в рубищах, тянет в грузики. Духовная жизнь полна счастья, полна радости. Но это другой вид счастья. Изучать это нужно. Понимать, осознавать, думать, размышлять об этом. А не просто слепо закрывать глаза. Я не хочу это что-то такое страшное. Разберитесь, есть лекции. Я эти лекции все записываю. У меня есть ютуб-канал. Если непонятно, можете посмотреть. Это 14-е наше занятие. Вернитесь к первому. Они последовательно раскрывают эту философию йоги. Попробуйте применить. Вы поймете глубже это. Не переживайте, если вы сейчас чего-то не понимаете. Это значит, что в будущем вы это не поймете. Хорошо. Если есть какие-то вопросы, с радостью отвечу в чате. Можно сейчас спрашивать. Можно, как хотите, в личном чате, после. Или же в течение часа я могу вам ответить. Если вопросов нет, то на самом деле вопросы будут. Если вы будете применять это знание, вопросы повалят шквалом. Почему у людей нет вопросов? Это потому, что нет применения. Применение всегда сопровождается вопросом. Хорошо. Намасте. Намасте – это знак уважения. Спасибо вам большое за то, что вы присоединились, за то, что вы делили время и послушали это знание. Ждем вас завтра в такое же время. Намасте еще раз. Спасибо.